Кировский районный суд Иркутска по ходатайству областного следственного комитета заключил под стражу мэра города Тулун Юрия Кериха. Ему предъявили обвинение по 159 статье Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения». По версии следствия, мэр Тулуна вместе с подчиненными незаконно вселял людей в аварийное жилье, затем расселял их оттуда, как нуждающихся в переселении. Контроль за ходом восстановления города после наводнения был существенно ослаблен после отставки с поста губернатора Иркутской области Сергея Лепченко. Я вам должен сказать, что при мне там вплоть до генерального прокурора Российской Федерации и 70 прокуроров из всех территорий Российской Федерации они там находились, и также и другие контролирующие органы. После этого, знаете, как будто обрезало. Представители контролирующих органов начали заниматься своими другими текущими делами. Ослаблен контроль и ослаблена была вообще работа на порядок. То есть то, что произошло с Карихом сейчас, это вполне закономерный результат? Совершенно верно, потому что при мне люди занимались делом. Там работали тысячи людей. Тысячи. Начиная уже с 20-го года, все, значит, как будто там снегом покрылось. План восстановительных мероприятий в районах пострадавших от наводнения власти Иркутской области корректировали и оптимизировали шесть раз. И в итоге утопили в потоке чиновничьих правок о в мутной воде, как известно. И потому обвинение, выдвинутые Следственным комитетом мэру города Тулун, результат вполне ожидаемый и закономерный. В распоряжении нашей редакции есть документ с экспертным аналитическим сравнением количества объектов, подлежащих восстановлению после наводнения и запланированных для строительства с тем, что реализуется сейчас. Практически треть, а это 77 объектов из 211, были удалены из программы подготовленной команды губернатора Левченко. В сентябре месяце после второго наводнения, которое было в Иркутской области, в наших этих 11 районах, мы с правительственной программой, с правительственной комиссией долго обсуждали, какие объекты необходимо восстанавливать для того, чтобы жизнь вот в эти города и районы вдохнуть. Потому что территории, прямо скажем, были депрессивные. Многие предприятия за годы 90-е и нулевые прекратили свое существование, поэтому люди, многие уезжали работать в другие места, на вахты и так далее, в командировки. Поэтому мало того, что нам нужно было восстановить все то, что было раньше, нужно было еще и сделать так, чтобы эти территории были привлекательными. В сентябре 2019 года добился того, чтобы было принято распоряжение правительства Российской Федерации, где почти 250 объектов, инфраструктуры, социальной сферы, защиты от наводнения, должны были быть подстроены в течение трех лет. В основном в течение трех лет. И вот эта программа восстановления, она стоила более 40 миллиардов. Разговор был о том, что основную долю профинансирует эта федерация, а область профинансирует свою необходимую долю, там больше 20%. Высокие темпы восстановительных работ в 2019 году стали уникальными для всей России. Задачи такого масштаба не приходилось решать до наводнений в Иркутской области ни одному региону страны. Несмотря на то, что наводнения было два, через месяц одно после другого, мы из 19 почти тысяч людей, которые были признаны, что они должны получить жилье от государства, 12 тысяч получило. И такого результата не было в стране до этого никогда. И если говорить о восстановлении инфраструктуры инженерных объектов, то такой скоростью восстановления жизненно важных объектов, это электроэнергия, вода, канализация, это было сделано после первого и второго наводнения в течение нескольких суток. Мы очень многие социальные объекты отремонтировали и подготовили к тому, чтобы они функционировали уже осенью 2019 года. Это имеется в виду и школы, и детские сады, и объекты, где необходимо движение, транспорт, мосты, дороги и так далее. Сложный был период, потому что, значит, вот с точки зрения климатических условий никогда не было, чтобы столько было дождей, которые лили в южной части Иркутской области и одновременно очень высокая температура. Несмотря на сложные погодные условия, которые сложились в ходе ликвидации последствий наводнения, удалось избежать самого опасного сценария – эпидемии инфекционных заболеваний. Признаны были пострадавшими в той или иной степени от этого наводнения 49 тысяч человек. Это огромное количество. Правительство работало просто самоотверженно и не жалея себя. Вы назвали цифру из 19 тысяч нуждающихся в жилье, 12 вы сразу же предоставили. Что сейчас реально? Я должен сказать, что сроки предоставления жилья всем тем, кому оно необходимо, вместе с капитальным ремонтом, там, где возможно это сделать, восстановление жилья, особенно частных домов, и предоставление нового жилья. Мы постепенно расширяли круг предоставления этого жилья для людей не только в его населенном пункте. Сначала расширили до пределов районов, других мест, потом до уровня региона, затем даже до уровня Российской Федерации. Были просьбы от правительства, лично от президента ко мне, для того, чтобы мы финансировали эти вещи, для того, чтобы люди, если есть необходимость уехать к детям, к родителям, то эти сертификаты действовали на всей территории Российской Федерации, а мы финансировали. Мы смогли, выдержали эту финансовую нагрузку, потому что мы к тому времени, уже к 19-му году, профицитный бюджет, и мы могли себе позволить людям помогать в полной мере. Никогда люди не получали столько финансовой помощи. Ну вот это результат за первые три месяца 19-го года. На сегодняшний день, это вот вторая половина 23-го года, не все еще оставшиеся люди обеспечены жильем. Буквально недавно, значит, в этом году была просьба губернатора нынешнего к президенту, к правительству, для того, чтобы дали денег федеральных, 450 миллионов, для того, чтобы обеспечить жилье тех, кто на сегодняшний день еще не обеспечен. Вот вам. Хотя это вот, повторяю, 23-й год, то в соответствии с этой программой, первоначальной программой, это должно было быть обеспечено еще три года назад. То есть, по вашей программе 100% должны были три года назад обеспечены? Да, совершенно верно. А вот что рассказывают жители города о том, как они получали новое жилье уже после отставки Сергея Левченко, практически с боем отстаивая свои права. Вячеслав Брызгалов до наводнения был единоличным собственником утерянной недвижимости. Я, когда сертификат получал, говорю, я хозяин один, дайте на меня. Бесполезно расписывают на меня, на жену, как там, долями. Я уже знаю, что такое доля. Это потом ее не продать, это мучение. Это мы вот есть специально через юристов, опять ее переписывали на одного человека. Нам неудобно долевая вот эта собственность. А они настырно расписали, там был один хозяин, а здесь расписали на долевую. То есть, везде не так, как человеку надо. Вот они акты приема и передач с нами подписали, давайте соцзащита звонить, давайте деньги перечисляйте. Я говорю, вот у меня 10% до сих пор на счете, хоть сейчас проехте. Я говорю, я им не буду перечислять, пока они не доделают вот эти все недоделки и все недостатки, которые сейчас в доме. Все сам покупал, это делал. И это не только я. Здесь половина березового ручья, вот так люди. Ощущение такое, что закрыли программу, но наши еще вот эти строители более-менее, кто на микрошке, кто там сидят, представители заказчика, вот к ним обращаешься, они что-то там пытаются. Ну, уже такого рвения, как вот было после наводнения, как 19-20 год, еще более-менее. А сейчас такого рвения уже нет. Не исключено история с мошенническими схемами с жильем, которую вскрыли в мэрии города сотрудники Следственного комитета, имеет более длинные корни, чем мы себе предполагаем. Сергей Левченко подробно рассказывает о том, как оформляли и как выдавали сертификаты на жилье в то время, когда он руководил Иркутской областью. Были выездные заседания областного суда, несколько составов, которые принимали решение буквально, вот, так сказать, в кратчайшее время, это в течение, там, суток-двое для того, чтобы при утере документов, при неоформлении документов, это же тоже сплошь и рядом, когда люди живут годами и десятилетиями, ну, особо не задумываются для того, чтобы оформить документы, или там они по наследству живут, там, или родились там, значит, а вот не прописаны и так далее. Поэтому мы в этом плане помогали людям оформить документы, где-то свидетельские показания учитывались, где-то какие-то отдельные обрывки документов, вот. И в то время, конечно, было немало таких случаев, когда пытались, ну, на беде, что ли, значит, такие нажиться. Это, конечно, дело муниципалитета, это их полномочия, они обязаны, значит, все это дело оформлять, и комиссионно, значит, делать так, чтобы признавать, что человек потерял жилье, и он имеет на него право. Вот там, насколько я понимаю, единолично, конечно, ни мэр там, ни кто-то другой, никакое другое должностное лицо не могло, не могло. Это должно быть там, как минимум, там, человека 4-5, для того, чтобы они все понимали, что вот они комиссионно подписываются, вот, и затем уже на основании этих документов выписываются сертификаты и выделяется финансирование. Вы же все прекрасно понимаете, что желающих нажиться на беде, на любой беде, значит, это их достаточно большое количество всегда возникает, таким или этим или иным способом. Но когда этим делом занимаются представители власти, это вдвойне и втройне плохо. Кроме мэра Тулуна Кариха, обвинения в мошенничестве были предъявлены Следственным комитетом еще нескольким чиновникам городской администрации. Администрация работала достаточно давно, вот, и мэр разбирался перед этим, значит, и, ну, наверное, есть какой-то инстинкт самосохранения, когда там новые люди, они между собой вряд ли смогли, значит, договориться, потому что это же, они понимали, что они идут на нарушение. Но вот эти сертификаты, значит, которые потом, значит, реализовывались, значит, они оформлялись, ну, будем сказать, достаточно грамотно, профессионально. Тут я должен, наверное, сказать, что претензий там у контролирующих органов в то время таких массовых не возникало. Там было много разных служб, которые проверяли, вот, вплоть до того, что была кадастровая палата, которая проверяла каждого человека, который подал заявление на то, что у него утеряно жилье, и он имеет на него право, вплоть до того, что имеет ли жилье этот человек на всей территории Российской Федерации. И, значит, они проверяли через Москву, через кадастровую палату. Ну, хорошо, что при этом это возможно сделать электронно. Эти люди, которые потом получали право, проверялись в любом месте, хоть на Чукотке, хоть в Калининграде, чтобы у них не было жилья другого, второго. Это при вас было? Конечно. А потом контроль, вот такой строгий учет, он был ослаблен? Я думаю, да. Иначе бы такого не было. То есть, вот, можно говорить о том, что после того, как вы покинули свой пост, там все сильно изменилось, и с точки зрения контроля ситуация стала плачевной? Она вообще стала другой, и стало меньше внимания, стало меньше финансирования, стали растягиваться сроки. В нашем распоряжении есть депутатский запрос Сергея Левченко к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. В списке 77 удаленных из программы восстановления Тулуна объектов оказались также мероприятия по ремонту берегоукреплений и строительству инженерной защиты от затоплений в пострадавших от паводка в населенных пунктах Иркутской области. А что с дамбами? Точно так же, как и по любым другим объектам, ну, вы сейчас говорите о дамбе в Тулуне, в самом Тулуне, да. Значит, ну, там было и несколько дамб, значит, и сооружения, которые напрямую связаны с защитой, значит, и по ним везде, так же, как и по другим объектам, резко снижен темп, они там, так сказать, переведены вправо, как говорят сегодня, сроки, то есть на год, на два, на три сдвигались. Мы начали строительство этой дамбы как раз в тот год, когда, значит, еще было наводнение. Ну, и она по всем срокам и по тому напряжению, которое было там сделано с точки зрения строительства, должна была за год быть закончена. А вы правильно говорите, уже 23-й год вы туда приезжали, она до сих пор не была закончена. Когда мы составляли программу возрождения, восстановления, и Тулуна, и не только Тулуна, и всех остальных муниципальных образований, то мы, кроме этого, ставили задачу, и я благодарен, что вся комиссия правительственная, она была так настроена на то, чтобы сделать, восстановить все то, что разрушено наводнением, плюс построить новые и социальные объекты, и инфраструктурные объекты, и объекты, где были бы новые рабочие места. Мы договаривались с рядом крупных компаний, вертикально интегрированных, что они сделают там свои предприятия. После того, как вот эта программа перестала выполняться, после моего ухода, пошли целая череда изменений в эту программу, и вот на сегодняшний день уже шесть раз поменяли эту программу, и все в сторону уменьшения. Меньшее количество объектов, меньшее финансирование и так далее. Ну, и еще и перевод на два-три года растягивают, значит, эту программу, она уже должна была быть практически закончена. Ну, и вот уже в последующих вариантах написано, что при условии, если будет финансирование. Можно подумать, что откуда там с Луны или с Марса это финансирование, значит, уйдет или придет, ну, как руководители могут сами себе такие условия ставить. Если ты пишешь программу и подписываешься под ней, значит, ты ответственный за то, чтобы и финансирование было, и вообще она должна быть выполнена. Меня, конечно, это все эти годы очень сильно удивляло, и я крайне был недоволен, поэтому делал несколько запросов, и в ответ получил вот такой смысл ответа о том, что, ну, люди же разъехались. Люди разъехались, поэтому зачем строить социальные объекты, инфраструктуру, рабочие места и так далее. То есть идет к тому, чтобы разъехались не надо, еще уехали, снова не надо. И так мы будем вести дело для того, чтобы совсем эти территории обезлюдили. Это вот такая, знаете, гастарбайтерская тема. Вот, значит, приехал-уехал, значит, а вы тут что хотите, то и делайте. Меня это возмущает, я прямо говорю. И от этих двухсот, почти пятидесяти объектов в разной сферы, и защиты, и инфраструктуры, и дорожного хозяйства, и социальной сферы, осталось меньше половины. Вот, и некоторые объекты, которые, ну, могли бы быть притягательными, были исключены совсем. Это и там образовательные учреждения, и дамбы защиты, значит, населенных пунктов. Поэтому, вот такой подход, что, знаете, вот было постановление, а давайте мы сейчас все уменьшим в несколько раз, и будем отчитываться везде, и на каких-то публичных мероприятиях, и перед вошестоящими органами, что у нас идет все по графику, как очень часто говорят. По какому графику их было за три года шесть? Это, значит, вопрос для того, чтобы все было внешне, как говорится, все хорошо. Мы внешне отчитывались. Поэтому для региона, для жителей, для людей, которые там живут, конечно, это, на мой взгляд, политика совершенно не подходящая. Сознательно была опущена планка 100%? Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, видя, что не выполняют, идут по простому пути. Не сделать так, чтобы выполнять, а напрягать тех, кто должен выполнять, приводить к ответственности, вмешиваться, управлять там, в конце концов, если нужно, как говорится, вручную, как я это делаю. Эти территории в этом плане, по сравнению с тем, что было, они, конечно, забыты. И здесь, на федеральном уровне, значит, ну, раз регион не просит, раз регион считает, что эти объекты не нужны, ну, значит, и нашим легче, как говорится, и регион скажет, ну, не хотите ничего делать для людей, живущих там, на этой территории, ну, это ваше дело. Ну, и всем нормально, и все отчитываются, что все идет по графику, все идет по плану. Дома, про которые Левченко, что буду строиться, они строятся, построились. Школы эти он начал, где сделали, садики сделали эти, как бы, ну, все то, что было заложено у Левченко. А новых инициатив нет? Пока нет, не вижу. Ну, магазинов, да, магазины, это уже, они растут, наверное, как грибы. А промышленные предприятия, рабочие места, что с ними? Ну, в принципе, у нас ничего не строится из промышленных объектов. Рабочих мест нет. За последние четыре года, которые прошли у нас уже с момента паводка, ну, выполнились строительные объекты, которые были заложены при предыдущем губернаторе, при Левченко, новых объектов не появилось. И те скорости, которые были заявлены, они не достигнуты. 21-й год было полное завершение всех объектов. 21-й год. Сегодня у нас 23-й. Кто готовил эти корректировки? Как это связано с корректировкой? Я думаю, что это органы власти, начиная с мэров территории, которые, значит, в том числе соглашались, либо инициировали на региональный уровень, потому что уже регион обращается в федерацию для того, чтобы исполнить, исправить эту программу, уменьшить это дело все. Конечно, это вертикаль власти от исполнительных органов самих муниципальных образований на уровень региона, правительства региона. И дальше уже сюда давайте исправлять. Значит, мы не справились, мы не сделали вовремя, мы деньгами не обеспечили, мы не обеспечили проектами и строителями то, что нужно, или строительными материалами. Поэтому давайте мы все вместе договоримся и уменьшим это все. Это такая круговая порука. Но без муниципалитетов, конечно, это сделать нельзя. В депутатском запросе Сергея Левченко, губернатору Иркутской области Игоря Кобзева, отмечено, у половины из оставшихся объектов от первоначальной версии программы это 66 из 134 и вновь добавленных объектов убрано финансирование из федерального бюджета, которое в 2019 году составляло в среднем 71% от суммы. При этом дополнительные расходы легли на консолидированный бюджет Иркутской области. Еще у 16 объектов со сроками реализации, перенесенными на 2024-2025 годы, появились оговорки о том, что реализация возможна в случае предоставления средств из федерального бюджета или при условии, что объемы и источники финансирования будут определены в ходе исполнения федерального бюджета. И такое положение дел существенно повышает риск невыполнения пунктов программы. У Сергея Левченко особое отношение к Тулуну. И он этого не скрывает. В городе Тулуне есть старинная церковь. Долгое время, несколько десятилетий, она не могла работать в полном объеме, в полном режиме, потому что в свое время были сняты купола. Мы договорились с федеральными структурами, с МЧС, что они помогут решить этот вопрос и сделать эти купола. Там, где их умеют делать, очень непросто было их там установить, потому что это большая высота и большой вес их в сборе. Но, тем не менее, мой сын Андрей справился с этой задачей установки этих куполов буквально в течение трех суток. Он руководитель серьезнейшей монтажной структуры, сталь конструкции, генеральный директор. Ну, по сути дела, это самая квалифицированная организация, которая как раз умеет такие делать высотные сооружения, металлические сооружения и так далее. По оценке Сергея Левченко, у каждого седьмого объекта из тех, которые не были вычеркнуты из первоначальной программы, а это 20 из 134 социально значимых объектов, сроки реализации сейчас сдвинуты на 3, а порой и 5 лет. В большинстве случаев на 2024-2025 годы. Я думаю, что у нынешнего руководства, у них там другие задачи и другие цели. Очень много сил, времени уходит на пиар, очень много сил уходит на такую псевдополитическую деятельность, но дела за этим практически никакого нет, к сожалению, потому что это видно. Если я за 4 года увеличил больше, чем на 100 миллиардов бюджет региональный, то за последующие 4 года, если взять и пересчитать с учетом инфляции, то бюджет стал меньше по доходам. Конечно, расходы на управление регионом, на себя любимых, они растут. Поэтому денег остается на такие необходимые, людям нужны, народам, жителям Иркутской области. Все меньше и меньше реальных денег, тех, которые можно вложить в дело и помочь людям в их беде. Поэтому тут такая комплексная вещь – это перенацеливание задач или целей, которые стоят у людей в то время и сейчас. Поэтому одно дело, когда человек работает, или команда работает ради людей, которые там живут, а другое дело, когда для того, чтобы себя подпадать на всех уровнях в лучшем виде. Но факты и цифры – это же упрямая вещь, их никуда не денешь. Вот есть 19-й год, сколько было сделано, и есть сколько было сделано после этого, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й сейчас заканчивается. Сравните 19-й год меньше, чем полгода, и 4 года после этого. И вы увидите, что объемы за полгода больше, чем за 4 года после этого. Вы знаете, мы в руководстве фракции недавно встречались с министром финансов, с Силуаном Антоном Германовичем. Я ему напомнил о том, что в те годы, когда я был губернатором Иркутской области, мы увеличили доходную часть бюджета регионального Иркутской области на 100 миллиардов в год. И межбюджетные отношения, они таковы, что если ты на рубль увеличиваешь доходы региона, то ты на 2 рубля увеличиваешь доходы федеральные. Я напомнил о том, что и федеральный бюджет увеличил на 200 миллиардов в год доходов. Министр сказал, что он это помнит. Да, это так и было. То на сегодняшний день я еще раз вынужден повторить, что расходы растут, а реальные с учетом инфляции, которая произошла за эти 4 года, они, к сожалению, уменьшились. Поэтому возможностей у региона становятся все меньше и меньше. Вынуждены были уменьшать очень многие программы, конкретные объекты. Я уже тут то от одних мэров и представителей бюджетной сферы слышу, то от других уже им говорят, а что вы это не делали, когда у вас были деньги. То есть, по сути дела, признают, что денег сегодня нет. Вот. И никаких серьезных вопросов они решить не могут. Трогического планирования нет никакого. Да, их не интересует. Может быть, не собираются работать так долго, может быть, значит, не умеют так работать и никогда так не работали. 2 декабря 2019 года президент Путин подписал отставку губернатора Левченко. До этого он упрекал его в медлительности, а в федеральных средствах массовой информации была развернута беспрецедентная травля губернатора. Позже, отвечая на вопрос нашей телекомпании, Владимир Путин сказал, что это никак не связано с тем, что Левченко коммунист и член КПРФ. Он добавил, там ситуация намного сложнее. Там же выбор на носу. Больше Путин к этой теме не возвращался. Выборы прошли. Ситуация сегодня такова, как она есть. Время все разоставляет по своим местам. Неизбежно.